Евгений, добрый день. Добрый день. Сейчас очень много появилось вестников апокалипсиса, которые в следующий год какие-то ужасы предсказывают с рублем, с банками. Как вы к ним относитесь к таким прогнозам черным? Ну, я всегда говорил и говорю, что каждый год, как это, сейчас я вспомню, из двух последних финансовых кризисов наши аналитики предсказали все 14. Вот примерно так. Конечно, каждый год, как любая негативная новость, всегда появляются люди, которые ее экстраполируют, развивают и говорят, что будет еще хуже, будет совсем ужасно. Значит ли это, что так будет? Нет. Значит ли это, что так может быть? Конечно, может быть. События могут сложиться так, что возникнет какой-то тренд, его не смогут остановить, купировать. Будет какой-то кризис более или менее тяжелый по образцу 2004 года. Другого какого-то я не вижу, потому что все остальное – это макроэкономические истории. То есть, внутри системные, внутри финансовые истории – это, допустим, кризис ликвидности, кризис доверия. Может ли он случиться? Теоретически может. Будет ли он с моей точки зрения? Мне кажется, что скорее нет, если ЦБ сознательно не даст ему возможность развиться. Потому что, конечно, сегодня у ЦБ есть все возможности, чтобы подобного развития событий избежать, как словесной интервенции, так и действия. Значит ли это, что ЦБ дальше не будет отзывать лицензии у каких-то банков, особенно небольших или в чем-то, так сказать, фактически уличенных? Мне кажется, что он действительно будет продолжать эту политику, но, как мне кажется, опять же, это не должно иметь столь негативное влияние на систему. Система достаточно хорошо себя чувствует. Система, банковский бизнес, банковский сектор в России весьма и весьма прибыльный. Большинство крупных банков достаточно прибыльные, с довольно высокой рентабельностью капитала. Они могут многое пережить, если ЦБ будет правильно регулировать все происходящее. Ну вот новость о том, что АСВ, значит, потолок повысит до 1 миллиона 700 тысяч, там, в 17-м году, по-моему, или в 18-м, так было сказано. Это было расценено так, что санация банков, вернее, расчистка, будет продолжаться еще до 17-18 года. Ну, я считаю, это совершенно неправильно. Во-первых, это обсуждалось уже года полтора или два. Причина обсуждения была абсолютно понятна. Инфляция и то, что 700 тысяч, ту сумму объективно, которую 700 тысяч представляли несколько лет назад, сегодня это уже не 700 тысяч, это уже миллион или даже больше. Это просто требование времени, требование переоценки. Поэтому я никакой связи между санациями и повышением вот этого уровня, ниже которого, точнее, АСВ все выплачивает, я не вижу. Более того, на самом деле, АСВ без каких-то серьезных вливаний и действий ЦБ физически не может потянуть даже еще, наверное, один такой банк, как мастер, да и незачем ему этого делать. Как я уже говорил, расчистка банковской системы центральным банком, наверное, продолжаться будет. Но, мне кажется, без каких-то уж таких потрясающих событий. У нас последние два года западный капитал из банков выбегал. Ну, да, почти что два, больше даже, чем два года. Может быть, ложится такая ситуация, что западные банки будут, наоборот, стремиться в Россию? Ну, мне сложно судить. Капитал выбегал из банков не только из российских, он вообще выбегал из банков, в особенности из европейских. Потому что, в целом, ситуация в экономике и то регулирование, которое в Европе имело и будет иметь место быть, в общем, не очень способствует росту банковского сектора и привлечению туда капитала. Там есть еще много других секторов интересных. Придут ли банки в Россию иностранные еще? Мне кажется, что это, в первую очередь, будет зависеть от общего состояния российской экономики. Если структурные сдвиги будут появляться, у нас все-таки 140 миллионов человек, то это интересная страна для банков. По поводу рубля. Сейчас многие пугают, что рубль упадет до 37 рублей. А сколько это все реально? Ну, во-первых, до 37 это всего же 12%, если я правильно понимаю. 12% это, в общем, за какой-то период прошел путь от 30 до 33. Я почему спрашиваю, что психологически готов ли народ, который видел цельники 33-34, это не будет ли шоково? Ну, если это произойдет за 2 недели, то, конечно, будет. А если это произойдет за 14 месяцев, то нет. Как вы относитесь к доллару? Сейчас западные банки выдают идею о том, что надо продавать евро. Это понятно почему. Политика ФРС и прочее. И покупать доллары. Мне кажется, что срочно, ну, рано или поздно, мы должны увидеть расставок в долларовой зоне. И, наверное, действительно, тогда имеет смысл покупать доллары. По поводу инвестиций в финансовые рынки, фондовые рынки. Есть ли сейчас такие интересные идеи на наших рынках, на западных? Или сейчас такое затишье? Ну, я считаю, что в силу того, что последние несколько лет мы наблюдаем такое стагнационное, там, местами кризисное состояние, конечно, есть интересные идеи. Очень много бумаг недооценено. Наверное, мы не находимся в той ситуации, когда нужно покупать все, что угодно, как бы вырастет все. Нет. Но есть ли идеи? Конечно, есть идеи. А в каком секторе или стране какую искать их? Ну, надо смотреть, какие, либо то, что очень сильно подешевело, но по-прежнему остается важным, соответственно, будет лучше рынка, либо нужно смотреть на какие-то прорывные истории. Ну, не знаю, это может быть энергетика, биотехнология. Все то же самое, что и раньше. Электроника, какие-то новые вещи. Идеи есть всегда. По поводу фондового рынка. Сейчас очень сильно охлаждение наблюдается в последние годы к фондовому рынку населения. Как вы считаете, может сложиться такая ситуация, что население потеплеет к фондовому рынку? Ну, мне кажется, что какого-то серьезного инвестиционного сообщества у нас и не было никогда. Ну, а спекулянты подвывелись, кого-то роботы подъели, кто-то сам подвывелся. В общем, остались только очень крепкие ребята, молодцы, правильно делают, что остаются. С точки зрения наличия инвесторов частных, на самом деле, мы сейчас наблюдаем в целом по рынку определенный приток фонды, например, облигаций, ведь это инвестиционные инструменты. Мне кажется, здесь все предельно просто. Снижение ставок по депозитам будет приводить к все большему росту популярности фондового рынка во всех его видах, и акции, и облигаций. И после какой-то психологической отметки, не знаю, где она находится, 4-5% годовых, мы увидим лавинообразный рост количества инвесторов. Спасибо большое за интересное интервью. Спасибо. 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 Спасибо.